Всем снова привет на канале Олег Нестеров. И сегодня я вам хочу показать, как я решил проблему стапеля. То есть все знают, что для вытяжки машины нужен стапель. Стапель это такая конструкция, на которой крепится машина, чтобы машина была неподвижна и мы могли тянуть разные части. То есть, ну, как все понимаете, да, стапель нужен для фиксации машины. Ну и для фиксации того инструмента, то есть вытяжки, в которой мы будем непосредственно тянуть автомобиль. На самом деле все очень просто. Я сделал вот таких вот заготовок. То есть вот, как видно, да, ухо приваренное и отверстие. Ну, это у меня для других целей, отверстия тут большие. Но такие же штуки я сейчас покажу, как я приделал к полу. Ну, как вы видите, конструкция абсолютно простая. Анкерными болтами, то есть с помощью перфоратора, я просверлил отверстие на 10 и анкерами прикрутил его к полу. Может у вас возникнуть вопрос, насколько это все надежно? На самом деле конструкция держится очень крепко. То есть у меня 10-тонная вытяжка. И как бы приходилось тянуть очень тяжелые вещи. То есть конструкция выдерживает. Ну и чтобы было понятно, как бы эти, ну, такие вот крепежи у меня идут по всему периметру гаража. Ну, я все убирать не буду, вот, чтобы вы видели. Здесь, здесь и через каждые 50 сантиметров они у меня находятся. Здесь вот, если видите, за печкой, там еще у меня. Ну, идет полностью по всему гаражу. То есть если мне машину нужно тянуть в одну сторону, за другую сторону я цепями креплю машину, чтобы она не наклонялась под пороги или, ну, нахожу место, где ее упереть, чтобы ее не загибало вниз. И тем самым тяну. То есть проблем нет. Не стапили, ничего не нужно, не занимает ничего места. Ну, единственное неудобство, конечно, петли я вот сделал большие, то я в них, ну, часто запинаюсь. Ну, это как бы единственное неудобство, которое приходится терпеть. Вот такая вытяжка у меня. Как бы вот это насос. Закручивается по части. Ну, это как бы стяжка идет. Тут целый набор. Очень большой чемодан, покупающий, 10 тонн она тянет. То есть вот вы тут зафиксировали и начинаете тянуть. Поршень уходит, как бы стягивает. Эту тряпочку я намотал, чтобы, когда красишь, пыль сюда не летела. Ну, в принципе, так же, как к этому насосу, вы можете его снять. Этот насос снимается очень легко. Сейчас. Вот так вот просто откручиваешь. И одеваешь уже этот же шланг на толкатель. То есть этот набор у меня обошелся 300 долларов толкатель со всеми. Очень много к нему там прибамбасов идет. То есть удлинители всякие, ножки. Даже есть вот такие вот, как в МЧС, знаете, раздвигать там двери, там всякая фигня. Очень много насадок стоит. Он где-то порядка 300 долларов. Это я брал в Минске. И вот эта штука мне отдельно обошлась. По-моему, что-то около 80 долларов. Но это она обходится просто чуть дороже, потому что, как бы, она отдельно продавалась. Очень там хороший магазинчик такой. По кузовщине очень много. Ну, как говорят, аларчик просто открывался, да? То есть система наипростейшая, как бы, очень такая банальная, но спасает очень сильно. Как-нибудь на следующих уроках, если я буду что-то тянуть такой большой, я уже стараюсь не брать такие машины. Надоели, если честно. Долгострой как бы не люблю делать. И покажу вам, как это тянется. Да, вот еще такой секретик. Бывает, что, ну, вам нужно, получается, что у нас к полу, да, это все идет. Вот, вот, как бы, машину мы здесь, например, тянем, а закреплено у нас тут. А нам надо тянуть по прямой. Вот. Хороший вопрос есть. Ну, называют его американским способом, не знаю. То есть можно это все сделать через рычаг. Сейчас я примерно покажу, как и так, чтобы понятно было. Ну, допустим, нам надо вот в этом месте тянуть, да? Чтобы у нас вот такого угла не было. Вниз. Нам надо вот так тянуть. То так же крепим стоечку. Оп, вот так зацепились. Здесь цепью. Ну, ты примерно знаешь, да? Цепь. И цепь уже крепим сюда. И то есть она уже будет тянуть через рычаг. Ну, козелки можно и выше сделать. То есть какую высоту вам надо, на такую и сделайте. То есть и тянуть она будет на ту высоту, на которую вам надо. И вот этим, то есть козелком или упором, какой вы там сделаете, мы уже можем регулировать высоту, куда нам тянуть. И еще скажу такой момент. Как бы эти платформы терпят очень большие нагрузки. Около 10 тонн. Если мы на косую работаем, даже это может быть больше. Так что настоятельно не рекомендую вам крепить их на стены. Потому что стену просто вы можете вывалить. То есть, а в пол достаточно вкрутить анкер длиной 10 сантиметров. И на 4 анкера держит замечательно. Кому понравился урок или принес пользу, сама идея вам понравилась, ставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте. Это не трудно. Всего один клик. Подписывайтесь на канал. Следите за каналом. Участвуйте в комментариях. Всех вас рад видеть. Ну и все на сегодня. Всем удачи. И бабла. Субтитры сделал DimaTorzok